Приветствую вас! Я думаю, что можно гармонизировать любые отношения, но в данном случае речь идет о том, что вы друг друга не принимаете. То есть не только не принимает вас, молодой человек, но и вы, молодого человека, не принимаете тоже, на мой взгляд. И глобально проблема заключается в этом, в том, что вы оба пытаетесь друг другу что-то донести, вы оба пытаетесь друг друга переделать. Ну, я не буду касаться номерологии, потому что это вопрос личного выбора. Я коснусь, наверное, только того, что вам обидно, что ответственность за обиду вы перекладываете на него. Что вы перекладываете на него ответственность за то, что вас задевают. Его слова. Одно дело, если вы считаете какое-то поведение неприемлемым для себя. И совсем другое дело, если вам обидно, если вас это добивает, если вам больно. Поэтому я рекомендовал бы сперва вам разобраться в своих чувствах, а уже бабом смотреть на то, стоит ли расставаться с молодым человеком или нет. Стоит ли, там, гармонизировать отношения или нет. Вы сами к этому придете, вы сами это решите. По большому счету. Вот, то, что можно вам сказать. Вот, то, что можно вам ответить. На вопрос. Вот видите, да, вы пишете, что... Дело в том, что мы не понимаем друг друга, знаем молодым человеком. Вот, кто такие мы? А, кто мы? Почему мы? Может быть, вы не понимаете молодого человека, может быть, молодой человек не понимает вас. Но не вы. Не вы оба. Сегодня был случай, который в конец вывел меня. И здесь вы не берете ответственность, что у вас что-то задело. Я просто прислал ему пронумерологию цифры его. Зачем? Он сказал, что ему не интересно, я сказал, что он хорошо, но просто допомнил, что по сути сходится. Для чего? То есть вы давите. Это давление на него. И дальше вы, по факту, встаете в позиции жертвы. Да, молодой человек ведет себя, конечно, деструктивно, я с этим не спорю. Но у вас также позиция здесь жертвы. Вот. То, что я могу вам сказать. Значит, так, меня это тронуло, я начинаю ему описать, что он не боится обидеть меня. Ну вот видите, это не хуй проблема. Проблема в том, что вас можно обидеть. Понимаете? Вот. Не подбирая слова, все это вообще не касается числа. В этом крае меня не слышал. Вообще просто. Вот смотрите, а какая у него мотивация Екатерина вас слышит? Вот мотив какой? Какой мотив? Мотив. Экатерина вас слышит? Вот. Это очень важная история. Это очень такой важный, достаточно момент, на который вам, на мой взгляд, следует обратить свое самое пристальное внимание. Дальше. Так, мне стало обидно до слез. Ну вот, да, видите. То есть, как бы, обиду вот именно, насчет обиды я и говорю. Что вам, за вас, за вас это обижает. Обиды это, с одной стороны, что-то, что вас задевает. С другой стороны, это некие, некие такие ожидания, то, что вы ждете от людей. Вот. То есть, перекладывание ответственности за свои ожидания на других. Так. Эм. Так. Не хочется даже понять меня. Я ему об этом только сказал. И он сказал, что все хватит, об этом мне надоело. Надоело. Ну, тут замечательство, ладно, Гучу. Не выходит у нас с ним. Что именно они выходят на основе чего строят свои отношения. Вот. А по поводу того, что он не хочет вас понять. Опять же, а здесь зачем вам, чтобы он вас понимал, да. То есть, почему вас это волнует, почему вас это тревожит. То есть, такое ощущение, да, что вы в отношениях как будто пытаетесь себя дополнить. Вот. Молодой человек тоже пытается себя дополнить. Но в данном случае мы-то говорим исключительно про вас. Вот. Так что я, ну, рекомендовал бы вам разобраться в своих числах и личный рост. А также научиться бесконфликтному общению. Вот. И умению как-то все-таки выстраивать такие гармоничные отношения. Ну и с обидами поработать. Потому что обида – это такой привычный паттерн поведения. Поведение, которое, скорее всего, идет из детства. Ну, как бы вы привыкли обидами получать какую-то обратную связь. Вот. А по факту обида – это манипуляция. И жертвенность, что в других людях вызывает либо чувство вины, либо разращение. Вот. Молодой человек реагирует так, как будто у него все-таки чувство вины перед вами. От которого он защищается. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация все-таки решится.